я заранее извиняюсь на качество записи она будет несколько хуже чем обычно потому что ну я нахожусь довольно далеко от родины и интернет не самый лучший на планете земля но надеюсь что для вас содержание существенно важнее чем форма и потому как бы то что я мутными и не очень красиво наверное не многих смутит ну давайте по порядку начнем сегодня обзор оперативного совещания которое у нас произошло вчера в правительстве республики башкортостан совещание хабиров начался вступление которое безусловно было насыщено гордостью и радостью за то как прошел санкт-петербургский форум для башкирской делегации мы уже упоминали грандиозности этого мероприятия с точки зрения формы и с точки зрения стоимости по поводу значимости самого мероприятия для экономики региона и российской федерации как говорится рано делать выводы посмотрим что будет на выходе но тем не менее практически вся оперативка бы крутилась вокруг санкт-петербургского форума хабиров даже упоминая о том что в республике есть существенная задолженность по зарплате даже это упоминание он свел к тому что это тем не менее вся неделя прошла под эгидой санкт-петербургского форума но не применил упомянуть хабиров и о перемещении башкирии в рейтинге инвест привлекательности речь идет о том что регион занял пятое место а раньше занимал девятое место по привлекательности для инвесторов и я уже говорил о том что как бы там ни было и как бы не считался этот рейтинг это право здесь положительная история для региона потому что ну кто-нибудь доклюнет на эти цифры и соответственно может быть даже появится какой-нибудь инвестор у нас дополнительный хабиров заявил что общий пакет инвестиций которые планируются привлечь по результатам санкт-петербургского форума составил для башкирии 120 миллиардов рублей и даже больше там 122 цифра называлась в последующем в докладах но еще около 100 миллиардов будет привлечено неких государственных кредитов для региона но общем перспектива просто захватывающая дух и хабиров даже договорился на того что ряд проектов уже через неделю выходит на строительные площадки вот здесь конечно хотелось бы уточнить ради фаридович если не сложно можно сразу вот ну поименно как говорится кто действительно выходит на строительные площадки уже там через неделю дело в том что но вот подобные формы это как правило некие мероприятия по контактам налаживанию контактов а вовсе не заключение контрактов контракты заключаются на формах уже будучи капитальным образом проработанные заранее до этого и как правило они заключаются для красоты ну для того чтобы показать что смотрите у нас да вот действительно реальные процессы идут а главная работа на этих форумах это контакты это попытки договориться это предложение каких-то условий это знакомство с регионом например для иностранных инвесторов то есть они вот ну знать не знаю что такое башкирия вот приехали посмотрели а смотрите вас тут горы вас лесу вас тут медная руда то есть ну и так далее то есть как бы вот потому хотелось в конкретике ради фаридович будьте добры пожалуйста вот кто там через неделю у нас начнет работать то вот давайте поговорим оценивая в целом ситуацию экономики башкирии хабиров во вступлении сказал что рост сельхозпродукции на данный момент фиксируется на уровне одного процента имеется рост выработки сельхозпродукции а вот вот жилья увеличился на 31 процент по республике вот здесь тоже хотелось бы конкретики ради фаридович будьте добры пожалуйста поконкретнее за счет каких объектов у нас последние ну наверное год полтора ни одного старта крупного девелоперского проекта не случилось достраивать только старые да некоторые из них еще и не дают достроить как бы в том числе речь идет вот об этих вот странных объектах которые вот ну тормозятся и периодически закрываются за счет чего рост на 31 процент опять нарисовали там вот эти частный сектор там у каждую каждую сарайку пристройку включили статистику эту технологию еще от рахимова было когда нужно было дать цифры учитывали вот любую соломенную крышу построенную в частном секторе в число этого жилья включали но 31 процент это очень много давайте разберемся за счет чего несколько иносказательно коснулся хабиров и вот этой конфликтной ситуации в строительстве в своем вступлении он поручил грекову и назарову очень примечательно что не прозвучала фамилия баширова до этого значит его тоже включали так вот он поручил грекову и назарову работу по формированию цивилизованных отношений с градостроительным комплексом то есть вот такая вот формулировка то есть в слове цивилизованы значит закодировано то что раньше было не цивилизованным да то есть вот два года прошло все два года там даже с половиной это у нас не цивилизованные отношения были и они вполне устраивали хабирова и баширова и там прочих да И вдруг, значит, мы объявляем их нецивилизованными и начинаем цивилизованные. Окей. Ну, сигнал Баширову не лезть был подан. Также Хабиров заметил, процитирую дословно, коллеги-строители начинают понимать наши требования. Конец цитаты. Тут, конечно, тоже содержится некое послание и некая угроза, но надо понимать, что требований на самом деле у Хабирова, у Назарова и вообще у власти Республики Башкортостан быть не может к строителям. Есть только правила, есть градостроительные кодексы, есть планы городов и есть те законные и незаконные основания, на которых кто-то работает или не работает. Вот здесь, конечно, Хабиров, как юрист, формулирует это все дело очень странно и где-то на грани, на самом деле, незаконности этих процессов. Далее, продолжая форума Бесия, Хабиров дал слово Муратову Рустаму Хамитовичу, вице-премьеру, который курирует в целом всю экономическую сферу вот этого, значит, в правительстве. И повторюсь, что Хабиров был в восторге от того, как прошел форум, он не скупился на комплименты и похвалы. И, в общем-то, вот был вот этот вот доклад, который назывался «О новых инструментах развития». Вот это примечательная история, потому что и Хабиров, и Муратов, и все, кто как бы освещали эту ситуацию, этот форум заявляли о том, что найдены некие новые механизмы, новые способы для ускорения экономики, для ее восстановления и так далее. То есть, ну вот это действительно любопытно. Я не буду никак комментировать доклад Муратова по той простой причине, что я настаиваю, что результатами форума могут быть только случившиеся инвестиционные проекты. Мы пока их не видим, и мы не знаем, случатся они или нет. То есть, здесь нужно включать принцип «цеплят по осени считают». Причем буквально где-нибудь к осени, ну, максимум к концу года должно быть понятно, вот из этих 122 миллиардов инвестиций, сколько на самом деле пришло, потому что мы знаем пока о намерении. Но, тем не менее, вот Муратов сообщил нам о том, что 100 потенциальных инвесторов проявили инициативу в той или иной форме, то есть, ну, на форуме, видимо, были некие контакты. Заключено соглашение на те самые 122 миллиарда рублей, что может дать, вот это ключевое слово «может», 2000 рабочих мест по республике Башкортостан. Неплохо, согласитесь, 2000, ну, не 20 тысяч, которые нам были обещаны заранее, но все-таки 2000. Ну, дальше прозвучал тот же самый список инвестпроектов, о которых мы уже говорили. Это «Восточный выезд», это «БСК», это «Кронашпан», это «Таврос» с крупным животноводческим комплексом, «Лассесбергер». Новых названий я не услышал. Вы их тоже не услышите, если посмотрите оригинал оперативки. Ну, единственное, что было таким, ну, примечательным, это сотрудничество с «Роскосмосом», что, ну, в свете последних событий рассматривать как некое достижение, наверное, я бы стал только с некой опаской или оговоркой, потому что, ну, «Роскосмос», где «Роскосмос», там всегда упоминание о хищениях, грабежах, значит, непостроенных космодромах и прочих ужасах, значит, российской коррупции. Ну, не знаю, насколько это престижно с ними сотрудничать. Ну, Хабиров вмешался немножко в доклад и уточнил, что «израильский бизнес очень хочет с нами работать, но мы не проявляли должной активности». Конец цитаты. Тут тоже некое самобичевание в том смысле, что, ну, Радий Фаридович, а зачем вы не проявляли активности последние два с половиной года в отношении несчастного, изнывающего и алчущего контакта с вами израильского бизнеса? Непонятно. То есть, какая-то реинкарнация происходит, да, что-то вдруг, как бы, открылись глаза там или чакры какие-то, и вдруг, значит, мы ругаем себя, посыпаем голову пеплом и начинаем исправлять ситуацию. Ну, хотя бы это неплохо. Муратов в своем докладе мне сообщил интересную вещь. Почему я говорю «мне», потому что, ну, лично я, например, вот этой пропорции никогда не знал. Он сообщил о том, что из тысячи компаний, которые являются потенциальными инвесторами, ну, которые теоретически могли бы быть заинтересованы, например, в Республике Башкортостан, только 25 становятся инвесторами. То есть это очень интересная пропорция, то есть только 2,5% потенциальных инвесторов становятся на самом деле инвесторами. То есть вот этот важный момент, и нужно тут понять, КПД вот этого форума, то есть я рассуждаю с точки зрения бухгалтерии, да, то есть коэффициент полезного действия. Мы стратили на этот форум почти миллиард рублей, ну, может быть, чуть меньше. Ну, колоссальная цифра, да. То есть сколько должно быть инвесторов, сколько миллиардов инвестиций должны прийти, чтобы вот этот миллиард хотя бы вернулся в бюджет. Вот этот момент нужно не упускать. Но при этом Муратов сообщает, что на 2021 год вообще в целом у нас план по инвестициям в Республике Башкортостан составляет 400 миллиардов рублей. Ну, просто ошеломительная цифра, значит. Ну, и также Рустам Хамитович рассказал нам о новых инструментах, в частности, о соглашении о защите и поощрении капиталовложений. Основным принципом этого соглашения является неухудшение условий в процессе инвестирования. Ну, это, конечно, очевидная вещь, при этом, ну, странно, что она раньше никому не пришла в голову, да, то есть, потому что на самом деле выглядело примерно так. Приходил инвестор, мы говорили там, ну, условно говоря, вы арендуете землю там за, там, там, 100 тысяч рублей, да, например. И он начинает строить, там что-то возводить, там, не знаю, сельхозкомплекс, завод, еще что-то. И вдруг приходит чиновник, чешет затылок и говорит, знаешь, теперь аренда стала 500 тысяч. Ну, вот примерно так, да. То есть и так было сплошь и рядом на самом деле. И, а куда ты денешься, у тебя уже завод стоит на этой земле или там ферма. Ну, потом приходит чиновник и говорит, знаешь, миллион. Вот хочу миллион, у меня тут новые правила и прочее. То есть вот это вот соглашение о защите капиталовложений, оно будет гарантировать инвестору, что вот исходные условия, видимо, перечисленные в этом соглашении, они не будут меняться, там, ну, какой-то оговоренный период, да. Ну, это действительно очень разумная история. И если это будет работать, а Муратов нам обещает, что это уже начнет работать, вот-вот уже на проекте, например, с модернизацией трамвайной сети Уфы. То есть кто-то отчаянно решил вложиться в трамваи в городе Уфе, инвестировать в это дело, ему пообещали стабильность условий. Ну, пускай, это было бы здорово. Ну, также было упомянуто о том, что Башкортостан привлечет в ближайшее время 160 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов со стороны уже федеральной системы финансирования. Ну, это, кстати говоря, многие сейчас, ну, там, вот, я читал телеграм-каналы, они говорят о том, что, ну, типа, это зачем, мы попадаем в долги, нам крышка, там, мы потом не вернем никогда. Поймите, это государственные кредиты. На самом деле, я скажу, я раскрою один секрет, их можно не возвращать. Так поступает Татарстан, который назанимал там немеренных денег у федерального центра, и вот недавно ему 290 миллиардов, по сути, простили. То есть, государство самого себя не начнет наказывать, государство самого себя не начнет отнимать это все. То есть, вот здесь я, в общем-то, понимаю эту лукавую, как бы, хитрость и лукавую вот эту политику и Татарстана, и теперь наших башкирских властей. То есть, назанимать в федеральном центре, ну, что-то, конечно, украдут, безусловно, то есть, ну, что-то это примерно на 50%, как говорит наша статистика, ну, на 50% хотя бы что-нибудь построят. Вот примерно такая логика. Далее Хабиров охарактеризовал концептуально вообще свой подход к привлечению инвестиций. И, к сожалению, он такой, ну, ожидаемо примитивный, и, к сожалению, я должен констатировать, что из Хабирова не очень-то, получается, экономист и не очень человек, который видит глубоко вот эти процессы, дай бог ему хороших советников и, значит, сотрудников в этой области, потому что вообще Хабиров видит инвестиционную политику примерно так. Вот я процитирую дословно, все нам интересно, но надо выхватить то, что на поверхности, конец цитаты. То есть, вот, понимаете, да, все интересует, ну, любые отрасли, любые варианты инвестирования, но выхватить надо то, что лежит на поверхности. К сожалению, вот такова вот, в общем-то, концепция, которая, ну, она вырвалась у Хабирова, то есть, он даже, наверное, не подумал, не понял, что сказал на самом деле, ну, вот так. Потому, как бы, каждый, наверное, должен делать свое дело, и хотелось бы, чтобы Хабиров только почивал на лаврах, но сам не лез в вот эти вот инвестиционные процессы. Вторым докладом на оперативке, ну, вот, ввиду вот этого вот форума БЕСИ пришлось передвинуть, стал доклад, традиционный доклад Забелина о COVID-19. То есть, заболевших 38 тысяч 833 человека, прививка второй компонент, то есть, полностью привитых людей у нас 12% от населения, 295 тысяч человек. Значит, Хабиров поинтересовался у Забелина, как прошли Сабантуи, как дела? Ну, почему-то ответил Сидякин, ведь он посетил все 23 Сабантуи в 23 районах, которые прошли 5-го числа. Сидякин заявил, что Сабантуи прошли без происшествий, алкоголя нигде нет, лично проверял. Башспирт только в кулуарах Санкт-Петербургского форума пользовался популярностью. Зачем-то отрекламировал предприятие, в котором является членом совета директоров, господин Сидякин. Я не понял, зачем было вставлено, то есть, видимо, то ли там не его контракт какой-то рекламный с Башспиртом, то ли там есть какая-то потребность в этом, ну, то есть, он теперь везде, где нужно и не нужно, вставляет слово Башспирт. Хабиров его не об этом спрашивал, он вообще спрашивал, в общем-то, про заболеваемость, потому что речь шла о докладе по ковиду. Ну, в общем, на этом тему ковида закрыли и перешли к следующим вопросам оперативки. Третий вопрос оперативного совещания был вопрос о ситуации в ЖКХ, ЧС и на дорогах. Собственно, это был традиционный апокалиптический доклад троих всадников апокалипсиса. Мадам Голованова сообщила о том, что у нее рушатся чердаки в Уфе и Стеритамаке, отключается вода, но в целом отрасль стабильна. Ну, то есть, она вот так вот стабильна, да, то есть, обрушение чердаков и отключение воды можно включить в список, видимо, факторов стабильности. Следующим был, как обычно, Виктор Михайлович Жульков, который сообщил о том, что растет смертность ДТП и уже превышает прошлогодний уровень количества погибших на 8 человек. Эта цифра, к сожалению, растет у него постоянно и точно говорит о том, что господин Жульков практически ничего не делает для того, чтобы, ну, каким-то кардинальным образом изменить ситуацию с смертностью на дорогах. И, судя по всему, Хабиров уже с этим смирился, потому что он не делает никаких критических замечаний, не дает никаких поручений, там, ну, понимая, что смертность растет, наверное, можно было сказать, что, ну, Виктор Михайлович, предпримите меры, там, что у вас обычно случается, там, соберите совещание, да, это животворное, там, или чем вы обычно боретесь с проблемами. Даже этого не прозвучало, то есть, Хабиров просто молча слушает, кивает и понимает, что это, видимо, непреодолимо. Фарид Рифович Гумеров тоже сообщил довольно пугающие цифры о том, что за неделю двое человек сгорели в пожарах, двое утонули, а шестеро убились, упав с некой высоты, то есть, это речь идет о выпавших из окон детях, взрослых, ну, видимо, жарко, вот люди открывают окна и падают, значит, с высоты. Я не могу комментировать сейчас ситуацию вот с этой смертностью, я могу только говорить о том, что, ну, у нас и так избыточной смертности в Башкирии предостаточно, я имею в виду и от ковида, и всяких там его последствий, и всевозможных пневмоний, а еще мы будем терять примерно 520 человек в год, это будет смертность по вот этим вот несчастным случаям, связанным с ЧАЭС, плюс еще травматизм на рабочих местах, и плюс ДТП, в которых у нас гибнет все больше и больше народу. В общем, конечно, статистика вырисовывается очень нехорошая. Примечательный доклад на этой оперативке сделал мэр Уфы, он вообще не частый гость оперативок, хотя, в общем-то, позиция его весьма значима. Господин Греков Сергей Николаевич сделал доклад о готовности набережной реки Белый в Уфе к летнему периоду. Я не знаю, почему нужно было делать этот доклад. Злые языки утверждают, что разгром, который случился с Грековым на прошлой неделе на оперативке, когда Хабиров бушевал о непостриженных одуванчиках, решили компенсировать вот этим вот миролюбивым и таким мягоньким докладиком о набережной, где Хабиров излучал полное понимание и взаимодействие с Грековым, где он прямо весь рассыпался, значит, в похвалах и подбадривал Сергея Николаевича. В общем, видимо, понадобилось продемонстрировать единство команды. Ну да ладно, набережная нас действительно интересует. Мы все волнуемся, что же получится из этого бетонного монстра, потому что на данный момент не получилось пока ничего. Ну, Греков начал с описания о том, что он заботливо обслуживает набережную, отремонтировал ее после разрушительного воздействия ледохода. Шесть единиц техники регулярно у него трудятся, плюс муниципальные работники там. Значит, и сейчас он заключает новый контракт, внимание, на 342 миллиона рублей, треть миллиарда еще, на водоснабжение и водоотведение на набережной. У меня вопрос возникает, а это не было все обустроено в процессе строительства, то есть водоснабжение, водоотведение, то есть это канализация и водоснабжение в переводе на русский язык. Этого всего не было на набережной, не заложено было в проекте? А может быть, надо залезть и посмотреть? А может быть, там это было? В общем, меня тут удивило, честно говоря, что оказывается, нашу набережную еще не достроили. Оказывается, еще 342 миллиона нужно вбухать туда для водоснабжения. На данный момент Сергей Николаевич нам рассказал о том, что на набережной работает 8 торговых точек. Понимая продолжительность этого объекта, мы понимаем, что это, конечно, ничтожно мало. Два медпункта и два пункта полиции. Тоже маловато. Дальше Сергей Николаевич упомянул о том, что он каким-то образом регулирует ситуацию с самокатами на набережной, хотя вот как раз на набережной этого делать нужно в последнюю очередь. Лучше бы Сергей Николаевич занялся этими самокатами, которые гоняют по дорогам и по улицам Уфы, а вовсе не по набережной. Но на набережной ему, видимо, проще регулировать самокатчиков, и он их там ограничит в скором времени, задав им определенные маршруты, где можно будет кататься на самокатах. И также разрабатывается некий календарь событий, которые случатся на этой набережной. Вот в ближайшее время у меня сразу вопрос. Сергей Николаевич, пока вы этот календарь событий будете формировать, уже лето закончится. Греков сообщил нам о том, что ежедневно набережную посещает тысяча человек, что ничтожно мало на самом деле. Это 1% населения посещает набережную ежедневно. И, вероятнее всего, туда входят, я не знаю, как там считал это все Греков, но туда все равно входят те, кто регулярно, например, бегает по этой набережной, да, то есть вот каждое утро. То есть это одни и те же люди. Ну, в выходные Сергей Николаевич полагает, что 3000 человек приходят на набережную. Но тут я задал бы вопрос о методике подсчета, кто и как считает, непонятно. Дальше Греков меня рассмешил до слез, и вас, наверное, тоже рассмешит. Упоминая об этом вот календаре событий, Греков сказал, что, например, там планируется праздничная программа понтонных войск. То есть я как-то опешил, честно говоря, каких войск понтонных? Ну, это, конечно, очень круто. Может быть, других у нас просто войск в Башкортостане нет, но да ладно. И дальше самое интересное. 12 июня Греков планирует устроить совершенно безумный праздник на этом месте, на набережной Уфы. Причем в его представлении праздник будет триединным, потому что совпали, опять же, в представлении господина Грекова несколько дат. Их даже не три, их значительно больше. Значит, это, ну, помимо того, что это День города, День России, да, это будет еще, внимание, 267 лет со дня рождения Салавата Юлаева. Это будет 447 лет основания крепости Уфа. И, соответственно, значит, День города, День России и так далее, и так далее. Ну, слава богу, что он не будет отмечать в этот день День понтонных войск или каких-нибудь еще. Но запланированы совершенно грандиозные вещи. Значит, будет воздушный парад, будет водный парад. То есть полетят самолетчики и вертолетчики все, какие есть только в Башкирии. Поплывет все, что может плавать вдоль этого сооружения. Значит, проплывет там все лодки, баржи и буксиры. То есть нам осталось только в Башкирии военно-морскую флоту себе завести там с пушками и танками. Выслушав вот этот вот феерический бред Грекова, Хабиров остался доволен или сделал вид, что он им доволен. Ну, вот эти вот там дни понтонных войск и прочее. И прокомментировал следующим образом. Цитирую Хабирова. «Мы до сих пор так и не понимаем, что получили в результате долгой, кропотливой и неблагодарной работы». Конец цитаты. Это речь идет о набережной. То есть вот Хабиров все время нам говорит, что он не понимает, насколько вот это значимо, не понимает, насколько вот это значимо. А может быть, тогда надо попробовать понять, зачем мы все время слышим от Хабирова, что он что-то не понимает. Это всегда наводит на мысли о том, что, ну, а тот ли человек вообще управляет нашей республикой и нашими активами, если он и тут не понимает, и там не понимает, там незначимости, неважности. То есть вот каждый раз разводит руками. Нехорошо. Также Хабиров заявил, что по его убеждению через год-два на набережной не будет даже квадратного метра свободного. Речь шла, видимо, о бизнесах, о торговле и прочих вещах, потому что он предрекает вот такую популярность этого объекта. Я ответственно заявляю, что на самом деле набережная в Уфе расположена настолько неудобно для попадания туда людей на отдых, что нужно предпринять колоссальные усилия для создания комфортной транспортной системы доставки туда людей, иначе там не будет никаких людей никогда, то есть и не будет торговли, соответственно, и прочее, прочее. Нынешние тысячи человек, из которых там 500 только бегают туда-сюда, остальные пришли покататься на самокатах, они не сделают ни выручки, ни кассы, никаким бизнесом на этой набережной, бизнес туда не придет. Соответственно, как бы, ну, это надо понимать, она слишком неудобно расположена, вокруг нее никто не живет, туда нужно всем ехать. Ехать еще под гору, это очень даже некомфортно. Но Хабиров, понимая, видимо, что нужно что-то делать, дает задание Грекову следующее, цитирую, «начинать и строительство на набережной, рестораны и спортивные объекты». Слово «строительство» в этом контексте должно сразу же пугать, потому что я понимаю, что начав строительство, там начнут строить не только рестораны и спортивные объекты, а начнутся, значит, всевозможные клубы, потом какое-то жилье начнет рядышком возводиться и прочее, и прочее. У нас так принято и так случается. В общем, надо с особым вниманием посмотреть, что же там затевает Греков, потому что, ну, честно говоря, Греков производит впечатление достаточно убогое с точки зрения владения вот этими вопросами, с точки зрения наличия идей, с точки зрения команды. Кто у него этим будет заниматься? Сам он будет заниматься? Да, упаси Боже! Где люди, которые, ну, сгенерируют, скреативят эти предложения, эти красивые идеи? Я их пока не вижу. Мадам Сарапулова? Упаси Бог! То есть, ну, вот эта женщина, которая в основном занимается, там, рассуждением о малых архитектурных формах и раскрашивает скамеечки. Слава Богу, как-то пока ее там, значит, нет, и господин Вайден там вроде как в правительство пристроен, но других тоже нет. Кто будет это креативить? Вот это меня волнует вопрос. Давайте внимательно следить за Грековым, давайте не допустим того, чтобы он натворил что-нибудь непоправимое, в том числе вокруг набережной, потому что нам потом во всем этом жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова